Пять лет назад собственными трудовыми ресурсами в гимназии номер 7 был проделан небольшой ремонт. Но с течением времени возникла необходимость сделать капитальный ремонт в спортзале школы на средства, выделенные из бюджета города. Как я побелил зал, уборщицы покрасили пол, и больше этого ремонта у нас не было. Спасибо на сегодняшний день, спасибо примару Николаю Гарламповичу, что изыскали где-то средства и решили сделать в нашем зале небольшой ремонт. Потому что течет зал, пыль снизу из-под пола, выходит, просто нельзя с детьми заниматься. Начиная с этого года в гимназии номер 7 будет открыта секция по вольной борьбе. Поэтому этот спортзал будет выполнять сразу несколько функций. Хочу отметить, что именно эта школа является кузнецами многих спортсменов. Не зря мы определили свою базу из спортивной школы по вольной борьбе открыть здесь. Сейчас ведутся ремонтные работы. Здесь скажу, что заслуженный и учитель физкультуры работает, человек, который вкладывает душу. Поэтому мы и в этом году взялись и, в принципе, через бюджетные деньги по решению муниципального совета выделили средства для ремонта спортивного зала. На данный момент идет ремонт в женской и мужской раздевалках. Полы застелены кафельной плиткой. В общем, все в соответствии с гигиеническими требованиями, отметил Петр Араткогла, учитель физкультуры. Сделали душевые, сделали санузлы, объект раздевалка в девятой школе, значит, шесть унитазов, в мальчиках два. Плюс горячая вода будет все время после тренировки, так как у нас сейчас функционирует здесь еще и школа борьбы. После тренировки мальчики могут свободно пойти искупаться. По прогнозам специалистов строительной компании, ремонтные работы в спортивном зале будут завершены к первому сентября. А санузел будет сдан в эксплуатацию в начале октября.